Привет братишка, привет сестричка, рад тебя видеть на канале Зеф, с тобой как всегда Александр. Сегодня мы с тобой поговорим об обновлении, которое вышло для Call of Duty Modern Warfare. Почему я вообще решил записать этот видеоролик? Потому что это обновление было очень большим и практически как глобальное обновление, которое недавно выходило. А если вспомнить старые обновления для Modern Warfare, то и вовсе даже больше некоторых старых обновлений, глобальных обновлений, которые были именно с новым боевым пропуском и прочее, прочее, прочее. В общем, из самого главного, сейчас мы с тобой перейдем, так, кроссплатформа, ладно, в общем можно это не показывать, в общем из самого интересного, Наконец-таки они, не, хотя, я хоть и тебе покажу, я тебе покажу, да, сейчас. И самое интересное, что они сделали, да, за что стоит их поблагодарить, что наконец-таки они здесь нормально, нормально распределили вот эту менюшку. То есть ты наводишься на королевскую битву, вот тебе четверочки, тройки, двойки, одиночки. И что самое интересное в этом обновлении, что наконец-таки королевская битва четверки теперь на 200 человек. Я очень этого долго ждал, потому что все-таки, ну, в четверках, там, получается, команд, не знаю, 30, 30 или 35, где-то около 40. В общем, очень интересная тема, купить, купить кларьёх, поиграть в четверки на 200 человек. Рубило будет нормально, мы уже на стриме попробовали, поиграли, в принципе, людей везде много, и это радует. Вот, все остальное стандартно, но единственное, что вот появилось в таком меню, это, конечно, круто. Единственное, что разочаровал, что для кровавых денег они все так же не добавляют соло, как я понял. Здесь добыча, кровавые деньги, ты играешь командой и только все. Соответственно, сейчас уже не будет туда западать менюшка, все это круто, все это прикольно. Теперь пройдемся... Сейчас отключу кросс-платформу, потому что мы же с тобой посмотрим новую карту. Да, добавили новую карту, не знаю, как она называется, вот, короче, вот она, какой-то там парк 24 на 7, то есть эта карта будет доступна очень долгое время, и, соответственно, здесь многоборье. То есть здесь разные режимы, ты можешь играть, не играть, плюс, как я понял, это тоже новый режим, который добавили в этом обновлении, это защитник. Единственное, что меня поразило, что по факту добавили карту, карта это не для Warzone, она не объемная, она небольшая. Добавили новое оружие, сейчас я тебе покажу, какое оружие добавили. И что самое прикольное, что 37 гигабайт с небольшим. Добавили вот эту снайперскую линтовку, да, вот такую. Ее можно, кстати, купить АМР Райтек, ее можно сейчас купить за 1200 кодпоинтов, по-моему, это вот это, наборчик, мы сейчас ее здесь, так, нет, не передаст, а, тихо, тихо, вот так. Вот такая вот хорошенькая такая вот снайперская линтовка. Единственное, что здесь ее отличает, эту снайперскую линтовку от других, что здесь тебе не нужно постоянно затвор передергивать. Как видишь, здесь он автоматический. Идет отсечка, ты просто зарядился, ну, зарядил, да, патрончик, и стреляешь. Все, то есть перезаряжаться, точнее, выкидывать гильзу и постоянно в патроник, в новый патрон заводить, тебе не нужно. Соответственно, это будет происходить очень быстро, и ты можешь быстро стрелять и выходить на новую изготовку. Это круто. И вроде как мне еще написали, что на эту снайперскую линтовку можно будет поставить какие-то мега убойные, чуть ли не разрывные патроны, которые будут ваншотать в аэрозоне с одного выстрела. Это круто. Кстати, еще какой-то пак добавили. Это прикольно, это интересно, это хорошая снайперская линтовка. Соответственно, у кого плохо получается стрелять по головам, то, соответственно, с этой линтовкой вы сможете получше стрелять. Хотя, с другой стороны, многие начнут думать, что да как так-то, я такой вот скилловой чел, а меня сейчас какой-то, ну, будет с одного выстрела убивать. Я думаю, что, учитывая, как я хреново играю со снайперской винтовкой, то мне даже не поможет и вот этот вот апгрейд до ваншота. Я чувствую, что я все равно даже не буду ваншотать с ней. Но, может быть, попытаюсь открыть, хотя открывается, она чуть-чуть дрочная, я бы так сказал. Знаешь почему? Потому что тебе нужно сделать два, убить двух врагов выстрелами с быстрым прицеливанием и снайперской или пехотной винтовки 15 разных матчей. То есть ты, по идее, как я, по-моему, понимаю, ты должен прицелиться и сразу убить типа. То есть, если ты не убил, тебе нужно убрать прицел, снова прицелиться и убить. Потому что я бегал с СКС, и я входил в прицел и сразу начинал стрелять, и, по сути, типа я убивал там со второго, с третьего выстрела. Но мне не сосчитало. А я бегал очень много. То есть, не знаю, может быть, я где-то там один и... А, ну, кстати, можно было так посмотреть. Может быть, я и один там скилл какой-нибудь такой вот сделал. Но, опять же, я тогда сделал 22 убийства с СКС, но мне ни одно не засчитали. Ну, получается, два убийства я не сделал правильных. Друг начал играть, у него вроде как получается. Не знаю, я, конечно же, может быть, попробую еще раз побегать, попытаться. Но сейчас в планах у меня открытие скинчика на вот эту вот эмочку обсидианы. Поэтому, что же, давай с тобой перейдем и посмотрим вот эту вот карту новую. Я тебе покажу, скажу свое мнение, свои ощущения от этой карты. Конечно, я очень рад, что он Шот Хоус и Шипнет вернулся. Это круто. Это реально круто. И реально можно тащить и прокачивать оружие, наконец-таки. Потому что порой, например, вот Галил этот новый, да, вышел. Феник вышел. Хотя Феник ему сложно назвать. Для меня это Вектор. Но не суть важна. В общем, вышли вот эти две новые пушки. И мне реально не хватало. Не хватало этих маленьких быстрых карт, чтобы вкачать их. Но пришлось в Warzone вкачать. Хотя в Warzone я тоже неплохо достаточно их вкачал. Не знаю, не найдет, не найдет. Вообще все скачали или там обновление. Может, еще не все скачали. Еще посмотрим. Может, надо было включить кросс-платформу. Хотя с кросс-платформой тоже такое себе бегать. Потому что, ну, есть, есть помощь у консольщиков. Конкретно у консольщиков есть помощь. Я видел, мне показывали, мне говорили. Поэтому я стараюсь на обычных сетевых матчах отключать кросс-платформу. И искать, вот, как есть, ребят. Вообще, ладно, давай я сейчас перемотаю, чтобы ты особо не ждал, пока я найду эту катку. Поэтому для тебя это все побыстрее будет, а для меня подольше. Поэтому, может, пока там чаечек себе заварить. Хотя нет, я-то быстро переключил. Еще мы погнали. Так, ну что, карта у нас загрузилась. Какой-то парк, защитник. Будет интересно. Посмотрите. Ну, такая вот карточка у нас. Карта, карта, карта. Обзор. Знающий человек сказал, что она вроде бы как из Black Ops 4. Но она была, по крайней мере, в Black Ops 4. Я, не знаю, я особо не играл в различные Call of Duty. В Black Ops 4 я играл. Все остальные игры я играл, ну, знаешь ли, как в детстве там. Ну, в общем. Ну, я так полагаю, что здесь ребята сейчас будут бегать с различными... А, его убили. Будут бегать с различными ДМР-ками, не ДМР-ками. В общем, пытаться... Ну, пехотными это эти, винтовками пытаться делать вот эти киллы. Где он там? Вроде бы как был там. А уже не там. Кто-то еще искорку купил. Вот, аккуратней. Я, правда, здесь один, мне уже страшно. А, ну, вот видишь, да-да-да, здесь, здесь, здесь уже, здесь уже, ребятушки. Наши. Значит, нужно нам куда правильно. Нам нужно продвинуться дальше. Я здесь меня отвлекать не буду, потому что у нас же запись сидит. Так, ну, как видишь, просто одни снайперские винтовки и ДМР-ки лежат, все. А, кстати, вот этот новый, походу, режим защитник. Точно. То есть, тип с флагом, что ли, бегает, или его просто нужно охранять, я так и не понял. Ух, с трассерами, с трассерами, это молодец, это он молодец, да, это молодец. Вот, а я ведь заметил, да? А че-то я тут, да, вот. Не знаю, там вообще куда-то можно, я просто не знаю, эту карту вообще куда-то надо стрелять. Но не нужно, чтобы нас видели правильно. А, это свой, блин, такая перезарядка была, что я подумал, что это наш чел, перезарядился. И ни разу не попал. Вот это стрельба. Убьем. Мы же будем убивать, правильно с тобой? Ну что, вы молодцы. Вообще просто в дым. Я хз, че, куда, кого, откуда, как. Давай. Только хотел ищ... Хотел только в сторону уйти, меня убили, я не успел. Да, это было эпично. Но как-то наши быстро сдались. Мы там этот флаг выбивали просто капец как долго. О, нет. А, ё-моё, я там уже вышел. И двоих убил, еще и двоих убил. Мне надо поднажать, потому что все-таки не хотелось бы в пустую поиграть и мать. Наверное, помню, что нам нужно сделать 15 убийств для того, чтобы... Второй раз на записи у меня снова вылетает подписчик. Ё-моё. 12, еще 3 килла. А, ну по очкам еще нормально. Мы с тобой еще... Успеем сделать, успеем, 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 успеем. Ну давай, выглядывай. Дружище. Ты же меня контролил. Нет, не хочет. Коряк, конечно, сейчас стрелял очень странно. И очень быстро. Я не знаю, хз, может там... А где он был? Блядь, вот постоянно откуда-то тебе выстрелили так. Это потому что, блядь, а где он был? Ух, блин! Обалдеть. Ну там очень много было, я бы ничего не сделал. Меня просто приняли и все. Тут уж, кажется, соряноч. Так, ну давайте, ребята. Там вот так, оп. Туда прокидочку. Туда, на второй этаж. И крылатая ракета, да. Крылатая ракета есть. Ящик не хочу ее взять. Ты, наверное, подумаешь, а что же ящик не скидал? А хотя давай ее за нем. У нас еще пачка много. Может быть, что-нибудь неинтересно. Белый фосфор, например. Белый фосфор, это вообще лютая тема. Чтобы нас точно никто здесь не принял. Давай, быстрее спускайся. Как же долго, а? Я не знаю вообще, куда тут точечные удары. Давай туда куда-нибудь. Я просто вообще не знаю эту карту. Это сейчас убийство было, нет? Надеюсь, что ее убил. Ну, а так мимо было, да? А так было мимо. С кластерной. Не знаю, типа надо... Сверх он не забирал флаг. Он... Как я не люблю вот этих чуваков. Сзади, сзади, не сбоку. Ё-моё, чуваки. Просто одного типа нет. Ну, бывает, бывает такие, конечно, игроки. Которые просто играют на киллы, а не на саму суть игры. Это печально. Странно, он начал гореть, но я потом его не заметил. Сколько? 14. Блядь, ну еще мне надо. Мне не хватает. Я на мину просто... Чел зашел, а я взорвался на... Не по своей ошибке, в общем, взорвался-то я. Ого. Ого, тут меня как... А, нет, сзади стоял в уголку, стоял в уголку. Ё-моё, это наоборот мы его, походу, убили, а. А, не мой. Я еще так свободно пошел. Думаю, ну окей, там всех расстреляли, хорошо. Это опять не наш, да? Ну, чуваки, ну я не знаю. Ну вы будете убивать его, нет? Вот просто полчаса типа в одной точке. Конечно, не прошло и полугоду, как его убили. Ай, не с того я хотел его убить. Самое интересное, еще и... Это мой, это мой, это мой. Блядь, я не знаю. Они так боятся ходить, они просто... Ну ты видишь? Они просто не хотят вообще ничего делать. Обалдеть. Дайте мне сделать, пожалуйста, килл еще один. Нет, я не сделаю. Я не сделал! В пустую отыграл катку. Бывает и такое. Но карта... Как тебе объяснить? Хреново тем, что сейчас все пытаются выпить вот эту снайперскую винтовку. И понимаешь, вот так вот бегает. Ну вот так примерно. Ну, видишь как. Какой ножик в ногу, прикинь, в ногу ваншотает. Какой опасный ножик. Вот это, кстати, я никогда этого не понимал. Ладно там в грудь, ладно в голову. Окей. В ногу? Капец просто, блядь. Я не знаю. Вроде бы оперативник. Серьезный боец, да? Прям... Вон, 116 ранг. Хотя убивает ножичек в ногу. Который вошел вот так вот, например. В общем, что сказать? Что сказать, что сказать тебе? Карта интересная. Но в нее будет интересно играть, когда все наконец-таки откроют. Вот эти свои снайперские винтовки. Успокоятся. В них очко остынет. И все просто продолжат там с обычными пушками играть. Там с векторами. Ну, кто с чем любит. А не вот с этими пехотными топками. Потому что в этом режиме... Единственное, конечно, сейчас меня убивали еще не так много. И плюс я постоянно старался только убивать сэмки. Постоянно бегал, чтобы успеть это сделать. Ну, видимо, что можно было и стоять на том месте. Ну, для этого, конечно, шот хоус или шипнет. Там вообще 15 мист можно сделать на изи. Но мы сейчас посмотрели с собой карту. Карта достаточно интересная, прикольная. Много выходов, ходов. То есть она не такая, как шот хоус или шипнет. Но она быстрая. Она реально тоже быстрая. Но она не имеет такой вот хренотени, как вот... Ну, просто три направления. И вы херачитесь в этих направлениях. Здесь же улочки, при улочке здания. Второе этажа, не второе этажа. То есть, да, можно посидеть, можно покрысить. Можно побегать, можно порашить. То есть можно делать все, что угодно. Естественно, тебе будут чуть-чуть раздражать сейчас вот эти снайперы. Лютые снайперы. Но это... Потому что новая пушка вышла. С другой стороны, хочется очень сильно поругать разработчиков, что вот это все, что они вели, не тянет на 38 гигабайт. Вообще не тянет. Я не знаю, что они здесь добавили на такое количество гигов. Я, конечно, буду разбираться, буду смотреть. Потому что вроде как и Джингернаута добавили в Warzone. Но это нужно играть, нужно смотреть. Я в Warzone пока что просто 200 на 200 человек побегал, поиграл. В принципе, ничего не лагает. Все работает нормально. И FPS тоже все, в принципе, на достойном уровне. Поэтому буду смотреть, буду играть. И, возможно, еще запишу видеоролик. Что вообще-то здесь. Из этого большого, мега-большого обновления на 38 гигов добавили еще. Но пока что это вот это. То есть, Защитник новый режим. Кстати, что он тут пишет? Зарабатывать дополнительные очки за убийство для своей команды захвата и удерживая флаг. А, ну это вот как раз то, что мы играли сейчас на Шипнет. Короче, какой-то херовый парк. В общем, на нем мы играли, на этом парке. И, кстати, когда мы играли Шотхаус или Шипнет, очень часто сейчас именно вот этот режим, Защитник Ресец. Поэтому, ХЗ, добавили новый режим и сейчас его везде пихают. Неудивительно. В общем, кто там, Activision, любит это делать. Я думаю, тебе это зайдет. В принципе, режим плюс-минусы интересный и прикольный. Защищать нужно. На тебя постоянно видят, тебя постоянно атакуют. И тебе постоянно что-то там делают. Поэтому, в общем, тебе огромнейшее спасибо за то, что посмотрел видеоролик до конца. Я надеюсь, что обновление тебе зашло. Кстати, если вдруг у тебя есть проблемы с закачкой обновления, ну, мало ли, на будущее. Чтоб ты знал, да, как скачивают такие большие обновления, если ты не встал там в 6 утра и не успел скачать это давно. Потому что качает нормально где-то в 5-6 утра там и до 10, может, до 12 часов. Поэтому, если вдруг ты не успеваешь скачать за это время. Я, например, профукал сегодняшнее обновление. Мне такое, типа, захожу. А, нет, не захожу. Поехал я на работу, значит, по делам. И мне потом друг говорит, а что у меня обнова? А я говорю, а на сколько? Там же, наверное, гигов 8 будет. Потому что, что там, карту, не карту, вообще копейки добавили что-то. 38 гигов. В общем, чтобы правильно, точнее, неправильно, а чтобы быстро тебя скачать, если вдруг у тебя проблемы, да, с закачкой, ну, медленно качать, потому что у меня там бывает до нуля падает скорость. Бывало. А то я тебе посоветую очень интересный выход. Это скачивай VPN Freedom. По-моему, так называется Freedom. Нормальный FPS, нормально качает. 3 мегабайта точно меньше не опускается. Если хочешь там, чтобы больше было, там еще есть какая-то фигня. Но я особо не заморачивался. Хотя, с другой стороны, сейчас я тебе скажу, у тебя, наверное, будет игра, а я тебе скажу, как называется. Есть еще Hot Spot Shield или Shield, как-то так. Тоже VPN, он примерно так же качает, я просто скачал 2. И, в общем, Hot Spot этот Shield, его преимущество в том, что есть крякнутая версия, соответственно, ты можешь просто навсегда его забрать и, соответственно, скачивать всегда обновления. Ну, меньше 3 точно не будет. У меня меньше 3 не было. Хотя у меня разрешено на 5. Поэтому, если вдруг у тебя 10 мегабайт качает, то, возможно, у тебя будет, ну, там, 7-8. Тут уже смотри сам. Ну, учитывая, что у меня пятера днем, соответственно, у меня трешечка. Точно меньше 3 не было. Скачивала достаточно очень быстро и без потерь. Вот такие вот у нас сегодня, точнее, у нас сегодня такой видеоролик получился. В общем, с тебя, Лукас, с тебя комментарии. Как тебе обнова, нормально ли ты скачиваешь, ненормально? Потому что, ну, мало ли. Ну, днем только, если ты днем поставил скачивать. Потому что с утра я знаю, что скачивает всегда все отлично, все быстро. Поэтому, если ты днем тоже испытываешь проблему, пиши обязательно в комментарии. Если ты по слуху не понял, что за название, потому что у меня английского вообще, нулевой английский. Вот, если ты не понял название, то я тебе обязательно напишу в комментарии, что именно за VPN нужно юзать. Или, может, даже дам ссылочку на него, если ты перейдешь в Discord. Поэтому, переходи в Discord, я сразу дам на нормальный, крякнутый VPN, ты его скачаешь и будешь всегда бесплатно пользоваться таким VPN. Поэтому, обязательно переходи в Discord. В общем, подписка с тебя, чтобы этот видеоролик больше человек увидело, чтобы ты всегда знал, что происходит в мире игр. Так как на моем канале не только Call of Duty, очень много других игр. Обязательно переходи, смотри то, что тебе нравится, комментируй, пиши комментарии. И, соответственно, если вдруг в какую-то игру ты хочешь вместе сыграть, мы обязательно с тобой сыграем. Ты мне также об этом пиши. В общем, тебе огромное большое спасибо и до встречи в следующих видеороликах. Спасибо.